Власть открыта. Это не просто декларация, а реальность. В рамках проекта «Открытый город» чебоксарские чиновники напрямую встречаются с жителями, выслушивают их проблемы и пожелания. Очередной откровенный разговор состоялся с заместителем главы администрации по социальным вопросам Аллой Салаевой. Узнать самые насущные проблемы и подсказать администрации города, на что стоит обратить особое внимание. Именно на это и рассчитаны такие открытые разговоры. Во дворце детского и юношеского творчества собрались в основном родители учеников из близлежащих учебных заведений. Поэтому разговор в большей степени касался темы образования и детских садов. Подводя итоги 2014 года, была проделана, я бы сказала, колоссальная работа, и проделана она была совместно и с педагогами, и с родителями, и сами дети стали активными участниками. Основные моменты – это, безусловно, ликвидация очередей в детские сады, строительство, реконструкция. Это буквально на прошлой неделе мы с вами открыли еще шикарный один детский сад, большой детский сад. В центральной части 26-я позиция. Впереди до конца года еще пять детских садов. Также это заработная плата. Этот вопрос всегда встает в бюджетные сферы. У нас с вами прошло повышение заработной платы и педагогических работников школы, в том числе и воспитателей. Этот вопрос очень актуален. Мы готовы на него отвечать, мы готовы работать. Уже довольно давно по Чебоксарам гуляет слух о предполагаемом сносе начальной общеобразовательной школы номер один. Эту тему довольно активно обсуждает интернет-сообщество. Сначала создали проблему, запретив набор лицея и гимназии, а потом решили первую школу под снос. Все мы понимаем, что это полное закрытие первой начальной школы. Сегодня ребенок пришел домой из школы и сказал, что в четверг во дворце творчества состоится общешкольное собрание по поводу расформирования начальной общеобразовательной школы номер один. Но по словам Аллы Салаевой, эта информация ничем не подтверждается и никакого ущемления детей в принципе быть не может. Я до сих пор пока не могу понять, откуда эта ситуация вообще пошла. Со всей ответственностью вам заявляю, что даже темы для обсуждения по поводу того, что начальная школа номер один может быть закрыта, даже тема эта не просто не обсуждается, она даже не вставала и нигде не проходила. Вот для того, чтобы понять, пожалуйста, поднимите руку тем, кто уже учится в начальной школе. Ребята, вы будете учиться. Заместитель главы администрации рассказала и о другом проекте, в рамках которого на базе 11-й школы планируется построить начальную школу-детский сад. Учреждение рассчитывается на 4 группы старшего звена детского сада, а это 120 детей. Помимо социальной сферы на заседании также говорили о предупреждении криминогенной ситуации и о профилактической работе с населением, а также о благоустройстве территории Ленинского района. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова